Всем здравствуйте! Сегодня я хотел бы сказать о хорошей технике, о той технике, которая должна быть на каждой кухне. И дело в том, что эту технику очень часто покупают в кафе, в кофейне скажем так, для альтернативного кофе. И люди пользуются, пьют это кофе, пользуются спросом это кофе. И дело в том, что само качество и сама цена поставляют эту кофеварку, скажем так, как она и есть кофеварка. Ее температура, ее режим, ее дизайн оставляют ее до последнего времени, скажем, но может быть даже одной из лучших. Что касается цены и качества. Поэтому мы сейчас прочитаем характеристики, потом откроем. Варить кофе мы, конечно, не будем, мы просто откроем, посмотрим упаковочку, посмотрим, еще у нас состоит внутри. Включим, просто нажмем кнопочку, вот, выключим, упакуем. И оставим ее дальше, поставим на полку, чтобы она ждала своего покупателя. А сегодня, сейчас вам расскажу, это кофеварочка. Я даже знаю, где она у нас, она у нас вот здесь. Вот, друзья, покажу сразу быстро фотки, потом распакуем. Вот так она выглядит. Она не маленькая. Вот она тут упакована у нас с такого плана. Не буду забегать вперед насчет мощности. Вот. Это как раз-таки наши, которые здесь в коробочке, тут со склада сфотографированы. Итак, друзья, описание. Благородная кофейная машина для приготовления фильтрованного кофе с высокой температурой. Воды в процессе варки. До 10 чашек кофе за раз. 1,25 литровый резервуар воды. 1800 Ватт мощности. Роскошный дизайн с матовой поверхностью из нержавеющей стали. Кувшином и стеклянным резервуаром для воды. Благородная кофейная машина для фильтрованного кофе. 1800 Ватт для особенно высоких температур заваривания. 92 градуса по Цельсию. 1,25 литра вместимости от 4 до 10 чашек кофе. Изогнутое основание с поверхностями из нержавеющей стали. Метод варки. Вода распределяется по порошку на большой площади для большого количества аромата кофе. Включение и выключение на базе. Горячая плита с автоматическим выключением через 40 минут. Съемный фильтр. Контейнер для легкой очистки. Перемотка кабеля на задной стенке. Безопасная поставка с несказящими резиновыми ножками. Размер фильтра 4. Электропитание 220-240. Стандартное электропитание. Размеры в сантиметрах. Значит, получается ширина 20 сантиметров. Высота 43 сантиметра. Глубина 26 сантиметров. Длина кабеля у нас получается метр. И вес ее получается 2 килограмма 900 грамм. Вот. Так что, что я предлагаю, друзья? Я предлагаю сейчас нам с вами ее разобрать. Поэтому мы просто выключим компьютер, чтобы он не мешал нам шумом. Так как мы уже весь текст прочитали. А сейчас мы ее будем распаковывать. Для этого у нас есть ножик. Если что, он нам пригодится. И сразу о коробочке. Вот, друзья. То, что коробочку вы видели. Здесь есть все. То есть, вот эта техника Клористин, она выпускает технику абсолютно разные. Начиная от каминов, кофеварки, кухонные комбайны. Поехала и подряд все. То есть, здесь у нас присутствуют только вот эти языки. На этой панели мы обратно видим кофеварку. Здесь что-то написано такого плана на этой стёплочке. Здесь то же самое. Здесь просто написано Клористин. То есть, ну, упаковка стандартная. Так, наверное, нам не придется ее. Ножик можно обложить. И мы ее достаем. Коробку мы... Коробка покалена. Так, а это мы успокоим. Вот, друзья. Вот так вот она стоит. Сейчас мы ее достанем. А, ложечка нервная присутствует. Так, мы надо аккуратненько сейчас, чтобы не все... Не бомбануться подряд. Значит, есть такая вот, я так понимаю, мерная ложечка, чтобы кофе набирать. Наверное, одна ложечка получается на одну чашечку. Так, значит, что в ней есть? Здесь у нас вот эти штучки. Мы отлепим изолентики чуть-чуть. Будем смотреть. Все очень просто. Вот этот резервуар. Мы, так понимаю, сюда заполняем, заливаем воду. Вот у нас обычная стандартная крышечка. Вот она такая. Мы ее вставляем. Вот. И закрываем. Она защелкивается легко. Значит, что находится здесь? Здесь находится замочек. Смотрите. Ну, здесь находится ведерко. Эта ведерко сюда мы, значит, заполняем кофе. Так, и... Значит, насчет чашки. Вот эта чашечка у нас. Сюда мы засыпаем кофе. Вот этой вот мерной ложечкой. Ну, я-то понимаю, что, наверное, одна ложечка, но одну получается кружечку. Кружечка здесь маленькая, я так понимаю, стандартная кофейная, такие небольшие. Здесь у нее пилетчик, который пускает кофе. И смотрите, друзья, здесь, вот видите, есть замок. С одной стороны есть замок, и с другой стороны. И с этой стороны тоже есть замок. Также на этом, ну, скажем, как это правильно называется, на этом контейнере тоже есть вот ручка с таким замочком. Так что, друзья, если мы просто так поставим, она не станет. Мы берем за ручку, опускаем до конца, и вот так вот у нас фиксируется. Тогда она стоит плотно. Так, и... Теперь, видите, вот тут есть замочек, и здесь есть замок. То есть мы закрываем его, и аккуратненько вот так на этот замок шлеп. То есть она у нас уже стоит плотная, но таким же движением мы открываем ее. Все, значит, тут мы сделали все. Здесь вот заборник для пара. Что касается вот этого нашего контейнера, он стандартный. Кнопочка, и здесь отверстие для того, чтобы сюда пускать кофе. Все, и это вот платформа, которая греется. То есть мы сюда вставили, поставили стандартно, убрали куда-то ручку, куда нам удобно. Ну, вот так вот она выглядит с этой стороны. Вот так она выглядит с этой стороны. Провод вот, чтобы можно было его отмотать, как надо, нам удобно, на какой длины, куда. Так, что хотелось показать еще. Последний мы включим, посмотрим вообще. Ну, с этой стороны тут ничего нет, все стандартно. Все, я держу, держу. Ну, как бы все стандартно. Вот, теперь давайте мы включим, потому что здесь одна кнопка. Тут наворотов нету. Вот она кнопка. Она такая силиконово-порезиненная. Вот такая она. Такая жестковатая кнопка. Все, мы ее нажали. Не уйтихи дефектов. О, все, видите, загорелась красивеньким. Синеньким, даже голубым. Насыщенно красивым цветом. Все, так все работает. А потом так все выключается. Больше кнопок здесь нету. Больше химичить не надо. То есть, открыли. А, наши эти штучки прилепились. Открыли. Залили воды. Просто закрыли. Все, теперь достали. Даже не снимаем. Мы просто сюда кофе засыпали. Скажем так, если что, помните, тут есть замочек. Просто вот с этой стороны вставили. Вот так закрыли. Все, протянули, закрыли. Вставили сюда. Подождали. 1800 Ватт. Это мощность, это сила. Быстренько кофе делилось. На эту кнопочку нажали. О. Уже чуть-чуть подогрел. Но греется. И все. Налили. Все. Поставили. Нету. У нас уже здесь полный резерв кофе. Нажимаем кнопку. 40 минут. Нагреет постоянно. Подогреваем себе кофе. Какой-то, на какой надо. И наливаем и пользуемся дальше. Все, друзья. На этом, как бы, тут показывать, если честно, то нечего. То есть, вкратце, просто рассказали и показали. Так как многие, кто хочет купить, спрашивают про нее. Учитывая, что на эту вещь обзоров практически мало. Вот. Если есть, то они все наторопарщины, англоязычные, какие-нибудь немецкие. Поэтому, вкратце, просто рассказать, показать ее. То есть, мы вам это сделали. Ну что, друзья, смотрите наши обзоры. Посещайте наш сайт. Подписываться можете на нас. Будем постоянно чем-нибудь новеньким вам вас радовать какими-нибудь вещами. Будем показывать и рассказывать. Тут она уже заморгала. Видите? Не знаю, пока что это. Я так понимаю, что нет воды, ничего не происходит. Поэтому она, наверное, поморгает какое-то время. И, скорее всего, отключится. Вот. Так что, и отличаться будем мы. Так что, до свидания. Всего хорошего. Ну, вкусного кофе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok